Саша очень любит книги про героев и про мельски А план урока у нас такой сегодня Вначале я сразу покажу вам аккорды, чтобы у вас был мгновенный результат И вы могли играть эту песню тем боем, который для вас комфортен Бой здесь на самом деле старая добрая шестерка Поэтому я вас сегодня не буду мучить ритмическим рисунком Халява, плиз! И под конец видео я покажу вот этот вот риф Как я его играю И таким образом у вас будет вся песня в кармане Итак, начинаем с аккордов Они здесь очень простые и в то же время очень интересные Вначале у нас идет вот так Саша, ре-мажор, очень любит книги, си-минор Про героев и про месть, до-мажор И потом ми-минор То есть в одной строчке у Виктора Цоя сразу две тональности Начинается все в ре-мажоре и ничего не предвещает беды Саша очень любит книги, си-минор, про героев и про месть И дальше аккорд до-мажор, которого в этой тональности по идее нет И затем уже под конец этой строчки Чтобы нас убедить, что не просто так было отклонение в до-мажор А что действительно мы перешли в другую тональность У нас еще и ми-минор Следующая строчка такая же Саша хочет быть героем Ре-мажор, ра, си-минор Ну а он такой и есть Вот в своем укулеле-кавере Этого группы кино нет, но я делаю это для разнообразия Каждый второй и четвертый раз вместо обыкновенного ми-минора Я играю ми-минорный нон-аккорд Который горячо рекламирую во всех своих видео Я делаю это просто для разнообразия Функция аккорда не меняется Это тоже ми-минор Но так звучит, по-моему, интереснее Саша очень любит книги про героев и про месть Сначала обыкновенный ми-минор Саша хочет быть героем Ну а он такой и есть И потом вот этот вот ми-минорный нон-аккорд По-моему, звучит достаточно круто Дальше весь остальный куплет играется на тех же самых аккордах Саша носит шляпу в шляпе с траусиное перо Он хватает шпагу и цепляет прямо на бедро И дальше я снова нон-аккорд Затем у нас играется припев В котором Виктор Цой снова меняет тональность На сей раз мы бросаемся в тональность ля-мажор Которая не имеет ничего общего с двумя предыдущими Мастер ля-мажор Словы и клинка До диез минор Я горячо рекламирую вот именно такую аппликатуру аккорда до диез минор Я покажу, естественно, его и крупным планом, когда буду монтировать Естественно, дам диаграмму аккордов По-моему, я их даю где-то здесь Мастер слова и клинка Мне кажется, что, несмотря на то, что это выглядит довольно-таки жутко и кракозяброй Вот этот до диез минор проще брать, чем вот идти вот так вот далеко Можно было бы сыграть обыкновенно, как нас учат аккордовые таблицы, которые есть в интернете Мастер слова и клинка Но вот чисто это взять достаточно трудно, по-моему Мастер слова и клинка Пока вы до сюда еще дойдете Долго Мне кажется, вот проще вот эту кракозябру выучить И, соответственно, у вас будет больше арсенал выразительных средств Мастер слова и клинка Дальше соль-мажор опять неожиданный Он глядит в свою ладонь Соль-мажор, фа-ес-минор Вместе припев звучит так Мастер слова и клинка Он глядит в свою ладонь Он пришел издалека И прошел через огонь И дальше в до-мажоре опять вот этот вот риф Вообще, я позволю себе небольшое отступление Если мы посмотрим творчество Виктора Цоя Начиная от условного альбома 45 От условной восьмиклассницы до условной группы крови и дальше Мы заметим, что именно в ранних его произведениях Были очень вот такие хитрые аккордовые ходы Я приписываю это тому, что он был юн Открывал для себя мир музыки И творил что-то такое, что нарушает все правила А потом себя нашел Вот он нашел себя в таких вот аккордовых сочетаниях простых Но от этого не менее гениальных, как мы слышим На звезде по имени Солнце, на группы крови и так далее Но вот именно в ранних песнях есть вот такая великолепная, на мой взгляд, шиза И я ее просто очень люблю Мастер слова и клинка Зачем-то еще раз играю Итак, показываю риф, как я играю Тоже, по-моему, достаточно упрощенный вариант Я начинаю с аккорда до мажор Который почему-то я беру вот таким вот способом Можно было бы до мажор взять вот так Но почему-то мой до мажор выглядит вот так Сначала я беру малое баре на первой и второй струнах Затем средним пальцем я прижимаю ноту ми на третьей струне И затем я безымянным пальцем здесь вот прижимаю ноту, собственно говоря, до на четвертой струне То есть это могло бы быть вот такой баре Но я вообще баре не очень люблю Лучше малой баре Нафига пережимать струны вот, например, третью и четвертую, если они уже прижаты здесь Вот, и мы берем вот такой вот до Ударом сверху, большим укулельным трун Затем перед тем, как перейти на соль Мы до отпускаем И вот в тот момент, когда мы отпустили, мы делаем удар снизу указательным пальцем Кстати, я даже в данном случае здесь и не глушу Да, потому что если мы отпустим, это у нас опять будет аккорд до мажор За исключением первой струны, которая у вас проскочит нота ля Да и бог с ней, она все равно в гамме После этого соль То есть вместе получаем До, соль И затем, кстати, потом снова можно соль вот так вот отпустить при переходе И опять-таки переходным аккордом будет до мажор Потому что ведь это у нас получается, что на укулеле открытые струны Это либо ля минорный секст-аккорд, либо до мажорный секст-аккорд В общем, не лажь в данной тональности И вот после этого мы переходим в ре Я его беру вот так вот Прижимая четвертую струну большим пальцем Так можно Многие классики гитаристы на это хмурятся, но на самом деле так можно Вот я вот беру И нам нужно сделать вот ход с ре минора на ре мажор Вот здесь вот мы берем ре А потом делаем как бы ре минор И прижимая указательным пальцем Вторую струну на первом ладу При этом вот здесь большой палец и средний А ре мажор мы оставляем, никуда не убираем И нам нужно сделать хаммер Удар Безымянным пальцем левой руки Я не знаю, хорошо ли это будет видно при монтаже Я сейчас попробую укулеле, может быть, вот так вот развернуть То есть мы указательным пальцем подцепляем вторую струну, прижатую на первом ладу Потом делаем вот этот вот хаммер И затем мы извлекаем натуре На третьей струне Ну и заканчиваем Когда вот это взяли Ударами такими На аккорде ре мажор То есть вот такой рок-н-ролльный ход Этот рок-н-ролльный ход мне очень нравится, потому что Несмотря на то, что песня про некого вымышленного средневекового героя Бах! В нее вставляется рок-н-ролльный ход То есть крезушность зашкаливает даже на музыкальном уровне Если вы досмотрели до этого места, но все-таки утомлены моими рассуждениями Я сейчас при монтаже замерлю вдвое И укулеле будет звучать, как испанская гитара А если чисто сыграю, то, может быть, даже в четверо Тогда все будет вообще предельно видно, что я делаю А сейчас в четверо Вот и все! Большое спасибо всем, кто досмотрел до этого места Еще раз подписывайтесь на канал Если вам несложно, делитесь этим роликом в своих соцсетях Вместе с вами был Антон Мизонов Да, прошу прощения за долгое отсутствие на Ютьюбе Меня очень увлек Инстаграм И я развивал свой Инстаграм-канал Там сейчас есть функция записи дуэтов, как в ТикТок Поэтому простите, что меня долго не было Я планирую сюда вернуться Естественно, я планирую продолжать развитие своего Ютьюб-канала Всем спасибо, кто смотрит, помогает и поддерживает Еще увидимся!